Меня зовут Константин, я управляющий партнер MRCoin. MRCoin это публичный блокчейн-проект, который был создан в 2013 году. Мы являемся, ну на тот момент были такой определенной комбинацией оригинального кода биткоин-блокчейна и элементов PeerCoin, NameCoin. Я объясню в итоге почему. По сути очень так, в общем, если смотреть на как раз таки применение блокчейна и проектов в публичных блокчейнах сейчас в рынке, да и тогда, то их можно там образно поделить на какие-то монетарные и не монетарные. Но если мы говорим про не монетарное применение, а внедрение как раз таки блокчейна в какие-то в business operations, в какие-то элементы бизнес-логики, в бизнес-процесс, то как раз таки работа с биткоин-блокчейном достаточно сложная. Ну то есть биткоин изначально, да, это transfer and security of digital asset. И в этом digital asset это не обязательно, да, как мы сейчас видим, да, это может быть тот же хэш и какая-то информация, которая является важной помимо стоимости там данной транзакции. Но, как оказалось, применение блокчейна намного шире в итоге, чем биткоин-блокчейна. Но для этого необходимо было иметь определенную гибкость в рамках вообще архитектуры. В принципе, к чему мы и стремились и стремимся, и что мы делаем. Здесь там есть ряд решений, а сейчас вот возвращаясь к консенсусу и к теории консенсуса, о которой говорил Стас, у нас он ну в какой-то мере уникален, да, у нас консенсус является три в одном. У нас есть proof of work, у нас есть proof of stake и у нас есть merge mining, который работает на SH-256, на протоколе биткоин-блокчейна. Зачем как бы нужна такая комбинация? Ну, как вы уже там слушали про proof of work, это действительно надежный и достаточно понятный механизм консенсуса. Но его сложность, его проблема в том, что если у вас недостаточной инфраструктуры, которая суппортит непосредственно этот ваш proof of work, то по сути стоимость атаки, она достаточно там низкая. Поэтому в нашем случае у нас есть merge mining механизм. Мы подключены к, поскольку мы работаем на том же протоколе, что биткоин-блокчейн, с нами работают майнинговые пулы, которые занимаются майнингом биткоина, это их основная задача. И поскольку алгоритм то же самое, с помощью интеграции они занимаются еще и merge mining'ом MR-коина. Они получают значительно меньший reward по сравнению с биткоин-блокчейном, но это все равно какой-то reward. Мы в свою очередь получаем огромный уровень hash power, который суппортит в принципе весь блокчейн и который не дает возможности достижения вот этого 51 процента атаки в proof of work достаточно легко. При этом при всем у нас есть proof of stake, он у нас не делегейт, он у нас общий. Вы можете стать участником блокчейна, вы можете сделать stake, вы будете получать свой reward на уровне 6% в год за то, что вы являетесь валидатором транзакций. Вы должны положить какой-то stake, в принципе 150 монет и по вероятности по вашему stake вы будете получать этот reward. Комбинация вот этих как бы трех элементов, она дает достаточно такой качественный уровень безопасности, который не так сильно зависит от рыночных историй, стоимости курса. Даже если кто-то выкупает proof of stake, то есть проблема с proof of work, а достичь большинства на proof of work биткоин-блокчейна, ну это невозможно. Ну то есть кто бы там ни говорил, закажите столько айсиков и скажите мне где. Ну то есть это Unreal. С помощью этого всего, что мы делаем, основная идея и наша, скажем так, философия, мы строим платформу, на базе которых мы и энтузиасты вокруг нас готовят определенные децентрализированные СДК, на базе которых уже разработчик, бизнес или энтузиаст может построить непосредственно решение для рынка. Проблема всех паблик блокчейнов, там ребята из НЭМа, я думаю, не дадут соврать, это в том, что курируя проекты мы не можем сделать все сами. В этом суть комьюнити, что нужно придумывать какой-то механизм или какую-то там социальный комьюнити логику, когда мы будем давать инструменты комьюнити, которая будет в свою очередь использовать это и внедрять непосредственно в бизнес. Ну, по крайней мере, это наша задача. Одной из таких интересных технических особенностей, которые у нас есть, это name value storage. Это то, о чем, вот я говорил про биткоин блокчейн, хранить на биткоине можно хэш, но если мы говорим про работу с какими-то метаданными, сертификатами и так далее, то там это просто невозможно. В рамках МРКоина это возможно, у нас это там находится в базовом кошельке, у нас будет новый релиз на следующей неделе, сейчас он в байтю комьюнити, где вы можете работать с значениями и с данными непосредственно на блокчейне, указывая срок годности данных, там сертификатов и так далее. И вот это одна из особенностей, и вторая, это вот рандпей, который мы вводим, это альтернатива Lightning протоколу, позволяет нам построить вот такие базовые, ну, DSDK. Это не конечные сервисы в том понимании end-юзера, да, когда мы хотим там приложение или веб какое-то там решение. Но это решение, которое работает, SDK, Software Development Kit, которое работает на инфраструктуре блокчейна, для которого не нужно быть блокчейн-разработчиком, которых там, я не знаю, полпроцента, наверное, и половина из них еще и врут, что они блокчейн-разработчики. А? Меньше еще? Ну, я встречал троих, я не знаю, шучу, нет, больше, но их очень мало. И они все занимаются, да, и они все занимаются, вот, абсолютно верно, они занимаются вот этой вот историей, комбинацией консенсусов, каких-то, ну, крутых и сложных бизнес-логик, которые будут составлять вот эту вот инфраструктуру. Но, ну, моя личная позиция, мы должны понимать, что, ну, то есть, мы же не живем в пузыре, мир огромен, и ему не нужен блокчейн, ему нужны решения, которые будут там, trusted, transparent, какие-то базовые вещи, которые мы все ждем от любого бизнеса, да, применение. И вот в этом, в рамках этого применения здорово, когда есть люди, которые не должны быть блокчейн-разработчиками. И наша задача вот на базе вот этих вещей говорить, что вы можете работать с DNS, я не буду уходить глубоко, это все можно увидеть, есть там DNS, SSH, SSL, это вещи касательные там Network Security, это беспарольный вход, SSL-инфраструктура, там, PKI-инфраструктура по Secure Shell, это вообще все штуки, которые относятся к Networks безопасности, которые полностью децентрализированы. Ну, вот MRDNS, хороший пример, мы запустили проект такой, он называется Trust a Diploma, мы храним дипломы университетские на блокчейне, запустили пилот с Грузией, я покупал этот самый, сам домен у GoDaddy, и такой думаю, почему я им плачу 50 долларов? Это компания, которая не произвела домен. Ну, если мы говорим про логику, они не сделали его, они не принадлежат им, но мы им платим за право хранения и подтверждение моей собственности этого домена. И вот благодаря философии децентрализации, которая сейчас такая популярная, в блокчейне применяется, мы способны задавать вопросы, почему я плачу кому-то за то, что он подтверждает мое право собственности, при том, что это не его собственность, это открытая доменная система, она не должна принадлежать никому. Вот эти вещи, они относятся к network security. И номер – это продукт для телефонии. Мы на прошлой неделе сделали релиз, мы запартнерили с приложением, это, в общем, хранение директории номеров на блокчейне, которое позволяет вам создавать войп-связь, более качественную, бесплатную и секьюрную. Таймстемпинг, DPO. DPO – очень интересная история. Она вот касается одной из вот этих проектов. Это Digital Proof Ownership. И снова таки, суть вот этого вот SDK в том, что вы можете применять его очень по-разному. Это, наверное, одна из задач вот этого бизнес-аналитика – как подобрать инструмент. Потому что в случае, если вам не нужно запускать ICO, я надеюсь, остались такие случаи в этом мире, а нужно решение, то стоит выбирать из чего-то того, что есть. И вот, например, Digital Proof Ownership – это элемент, который, например, использует Deloitte. Deloitte разработал систему, которая называется DexSensus, нотаризация и управление документами, она полностью построена на платформе, на MRCoin блокчейне. Оно использует вот этот элемент DPO. И в то же время есть там гонконгская компания, которая занимается продуктом антифейк. Это работа с контрафактом, подтверждение оригинальности производства, потому что 60% по мировому банку, 60% товара в мире – это фейк, это не оригинально произведенный товар. Они используют тот же DPO. То есть у вас есть вот как раз-таки бизнес-логика, исходя из задачи, но оно основано в ключевых точках на решении DPO, которое находится на нашем блокчейне. Здесь несколько проектов, с которыми мы работаем. Это просто, мне кажется, доказательство того, что большие компании, которым всегда сложнее в определенном смысле сделать adoption, они уже это делают. Нам удалось, мы делаем проект с Coca-Cola. Мы партнеры Bitfury стратегические. Deloitte, Lloyd's Beasley – это страховщики. Пример того, как мы объединяем в рамках публичного блокчейна страховой реестр. И это кейс больших компаний и публичного блокчейна. Это немного там история о том, что мы делали, я его пропущу. Вот это наша там вселенная, скажем так. По сути, это снова-таки набор инструментов, которые, ну, для понимания и работы с которыми не нужно быть разработчиком. Нужно просто понимать логику, да, зачем, в каких случаях, что можно использовать. А уже в рамках бизнеса вы будете понимать, что там улучшить. И это, ну, как бы приятно осознавать, что это какая-то маленькая часть. Ну, то есть в каждом блокчейне, там, в нейме, в каких-то хороших даже и все, есть, ну, там, широта применения. И вот наша задача, помимо того, что мы там дорабатываем, суппортим, создаем новое, популяризировать саму историю, да, о том, что вот можно уже брать и внедрять. Вот есть индустрии, у них есть стабильные проблемы от страны к стране, от компании к компании. Есть вещи, которые можно улучшить с помощью блокчейна. И end-user, или будь то B2B, будь то B2C, он получит не блокчейн, он получит реальную выгоду в рамках какого-то решения или продукта. Это там, что мы планировали в 2018 году, но, как бы, мне интересно рассказать про проект. Мы планируем там развитие, и foundation у нас будет, и local presence, и так дальше. У нас все будет классно, как у любого публичного блокчейна или у человека, который их представляет. Вот, но, вот как-то так. Константин, email, ksobaka.mrcoin.com, если у вас будут вопросы, я сделаю маленькую рекламу. Мы тоже ищем бизнес-аналитиков, раз уж я здесь стою. И кому интересно, кто, в принципе, чувствует там, понимает немного или ищет свою роль, и видит свою роль в блокчейн-проектах, пишите. Мы будем рады рассмотреть. В Киеве один из офисов мы сделали, он типа не суппортный. Здесь сидит много людей, которые принимают классные решения. Пишите и задавайте вопросы. Кто основатель или я? А фаундер это Евгений Шумилов, вообще и родился в Санкт-Петербурге, сейчас, в Испании. Ну, прям, по-моему, сейчас. Как-то зарегистрировано? На самом деле, нет, вот то, что я говорю, ну, у нас есть юрлица, но если мы говорим про главное юрлицо, это будет вот фаундейшн. Мы сейчас говорим, да. Ну, у нас история в том, что мы не ICO, у нас не было примайна. Это вот как образовался биткоин-блокчейн, когда у биткоин-блокчейна сейчас нет юрлица. Да, это, ну, просто организация, назовем это так, такая неформальная ассоциация. Такая же история с Amarcoin, это self-funded, есть группа партнеров, есть сотрудники, команда и так дальше. Но вот фаундейшн, сейчас юрисдикции решим, есть Мальта, есть Amsterdam, много разных вариантов, которые будут репрезентативным таким юрлицом, и, возможно, там будет вариант вхождения в юрлицо и так дальше. Но мы non-security токен, это очень важно, мы получили legal opinion в Штатах от топовой, там, топ-3 компании. Частично благодаря тому, что у нас нет истории с фандрейзом. А сейчас, там, мы на 73-м месте в CoinMarketCap, я не знаю, вы, наверное, там на 10-м, 15-м. Вот, ну, это хороший пример того, как можно, ну, типа, делать и развивать проекты, не будучи напрямую зависимым, там, от токен-сейла. Это возможно, есть очень много примеров компаний, которые развивают блокчейн-технологии без токена и без коина. Ну, пример тому есть Rootstock, РСК, может узнать, это просто крутейшие ребята, ну, вот, они развивают сильно блокчейн-технологии. Смарт-контракты на биткоин-блокчейне, вот мы с ними там обсуждаем добавление этого там в Эмбер. У нас? Ну, у нас нет, у нас Coin, я так как-то люблю это различать, да, Coin необходим для поддержания публичной инфраструктуры. Ну, то есть, на самом деле, круто, если бы тысячи нот держались людьми просто потому, что они энтузиасты. Но ведь это так не работает. Ну, есть, по сути, AmrCoin нужен для того, чтобы вы пользовались сервисами AmrCoin, и комиссия происходит, понятное дело, в AmrCoin, что, в свою очередь, становится ревордом для держателей, ну, для верификаторов, для держателей нот. Через сколько времени майдинг вы достигнете предела? У вас тоже там переполовить? Тоже есть сложность, да, но именно в Proof of Work, в Proof of Work там, да, 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 но мы не, ну, невыгодно майнить только AmrCoin, и мы такое даже не советуем. Это как dual mining, да? Merge mining называется. Декрет, там, да? Не знаю про эфир декрет, нет. Это вопрос протокола. Сколько у вас максимально монеты, сколько сейчас? Сейчас 42 миллиона, и у нас инфляция 6% в год, которая в рамках Proof of Stake, он там распределяется уже. Придела нет. Есть предел миллиард, он будет через 80 лет. Вот. Ну, все те, кто здесь, мы, конечно же, доживем до этого, но, в общем, это будет долго, да. Что-что? Я не слышу. Сжигание, уничтожение. Без сжигания, уничтожения. Нет, нет, нет этого. Три вопроса нет. Значит, первый, там, вы сказали, у вас есть AmrCoin, SSF. Да. Есть твой проект, и они тоже... Да. Он изначально был создан на концепте AmrCoin, я думаю, что они это... Что он отличил от вас? Нет, просто им нужно было, ну, их собственное решение, им нужен был собственный блокчейн. Они начинали с AmrCoin, если они, вот, Стас, насколько я знаю, был тоже вовлечен, да, в это. Потом был эфир, они столкнулись с проблемой стоимости газа и стоимости транзакций. Вот. И потом ушли в Hyperledger, по-моему, да, у них? Султоуст. И первый вопрос у меня родился, а я правильно понял концепцию, да, что они эти сертификаты крайне в блокчейне, а что и мешает крайне в любом другом месте? В чем вообще вот это блокчейн здесь? Не, ну, есть, ну, на блокчейне паблики находятся, правитки, вот. Ну, самый понятный пример – это применение в беспарольной там авторизации, да, да, да. И, кстати, вот мы сейчас готовим концепцию GDPR, где она очень даже, ну, нужна… Правитки, под какой-то там же его устройство, либо биометрику, либо… Все что угодно там, плюс-минус. Вот тебе, то есть, я здесь совершенно не понимаю, почему, что мешает… Хранить… И использовать, да, что-то угодно. Ну, почему на блокчейн? Ну, потому что он децентрализированный, потому что здесь нету… Семера единого. Конечно, да, ну, то есть, это же GDPR классная штука, она всех заставила, мы все такие, типа, живем, логинимся там через Facebook и не думаем о том, что кто-то берет эти данные, использует, видит все, имеет доступ к… Ну, то есть, когда люди начали хранить битки на кошельке, все такие, типа, а как бы мне так секьюрнее, уже может флешку купить, потому что понятно, что кто-то может взять и вывести их, да, но когда у нас вроде бы деньги в кармане или на банковском счету, то ощущение того, что, ну, и пускай они знают мой пароль. Мы же понимаем, что система, глобальная интернет-инфраструктура становится все сложнее и взаимосвязаннее. И как раз-таки хранение, вот такое децентрализированное хранение публичных там и приватных ключей на уровне там уже клиента, оно дает возможность условно компаниям вообще не хранить данных. Нет, я понимаю, но, тем не менее, у них есть какой-то спор, который может работать с потерями, да, с… Да, но это в рамках блокчейна, да, происходит. Блокчейн, да, если у тебя это будет ключ, то, как все, по идее же. Если ты потерял девайс, у тебя нет бэкапа, ничего, наверное, ну, как кошелек, ну, то есть, если у тебя нету 12 этих там, у кого что, то логично, да. Еще на вопросах, там, расскажешь, на какой они используются Microsoft и Coca-Cola, можете рассказать, в чем… А, Microsoft – это мы на Ажуре, с Ажуром работали. А Coca-Cola? Coca-Cola – это кейс четырехмесячный в марте или в апреле, это, ну, публичная инфа, это мы участвуем в построении блокчейн-решения для борьбы с принужденным трудом у вендоров Coca-Cola. Это на Reuters, эксклюзивная статья, она есть. А на Reuters? Ну, нет, ну, Coca-Cola, в смысле, просто Reuters об этом писал, да. Да, это проблема, да. И, ну, Lloyds – это страховщики и бизнесы, это проблема, ну, реестры работы со страховыми полисами, там, в страховом бизнесе. Проблема в том, что есть один страховой полис, есть семь участников этого страхового полиса. Ну, тот, кто выпускает, тот, кто, там, writer, underwriter, broker, тот, кто занимается, там, типа, security и так дальше. Все, что они, в случае страхового случая, она должна пройти, по сути, каждый должен проверять не только полис, а еще и друг друга. И это стандартная история. Да, он, ну, в рамках решения он дает возможность выстроить что-то независимое, да. И вот тут вот вопрос, да, если, например, приватный блокчейн, то, ну, например, подключишь ты, там, этих три или четыре страховые группы, а придет пятая. Ты будешь ей давать ноду, а если это только страховые группы, то что делает регулятор? Говорит, да вы тут договорились все, это же, ну, то есть, я думаю, что там Стас расскажет, тут очень важно, как дизайнить вот этот вот противовес в приватных блокчейнах. Потому что, ну, типа, семь нод или девять нод, вопрос общих, это все равно, ну, девять каких-то инстанций. И в зависимости от задачи очень важно вот взвешивать и включать в эти ноды, да, регулятора, аудитора, какой-то, не знаю, там, независимых наблюдателей. А про Кока-Колу тогда все-таки расскажите, если можно. А вы прочитайте, там есть ряд, мы имеем, поскольку это и Кока-Кола, и вот эти вот товарищи, которые до партнера ставят, мы не, не, мы только можем отдавать инфу по этапам. У них есть проблема этого самого, forced labor с их вендорами. Мы решаем, скажем так, делаем возможность аудита, прозрачного аудита работы с не личным персоналом Кока-Колы. Потому что Кока-Кола, как вы знаете, она не разливает Кока-Колу. Это вендоры, ботлеры, которым она продает концентрат, которые уже потом разливают и продают. Пожалуйста. Ну, пишите, если там я какие-то детали смогу ответить, буду рад. Я думаю, все. Или есть еще вопросы? Да. Ну, а кто их, кто их добавит в блокчейн? Ну, типа, ничего не будет. Ну, в смысле, если вы возьмете и запишите какие-то секретные данные на биткоин-блокчейн, то его оттуда не удалят. Но и это в этом прелесть реально децентрализированных проектов, что и закрыть-то нечего. Биткоин-блокчейн. Не написано ответственных за вот этих данных. За GDPR? Нет, в GDPR это огромный закон, но это немножко другое. GDPR определяет правила поведения, не очень четко, к сожалению, сейчас, но он там в три этапа вводится, с персональной информацией компании, которая с ними работает. То есть это ваше, если у вас есть клиенты, и вы, не знаю, там, причем это разные, может быть, personal data, это может быть, там, какие-то вещи для логина, да, это могут быть, если у вас, там, PCI DSS, вы можете, там, карты хранить, какие угодно вещи. Это ваша ответственность, как вы с ними работаете. И тут уже каждый определяет для себя. Вы должны здесь определить, вам вообще нужны эти данные? Или, или... А? Не, 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 вообще в целом. Вот, нужны ли мне данные, или, условно, я бы хотел, чтобы все, там, у меня логинились через Facebook. Если мы говорим про самые банальные вещи, это доступ, да, они такие самые первые. И если вам они не нужны, то вот есть решение, да, ну, то есть у нас одна из концепций, мне кажется, многие сейчас работают над, ну, GDPR концепциями. Здесь она просто простая. Клиент приходит, логинится на сайт, ему непосредственно девайс выпускается, вот этот сертификат, правитки, и он, и вы, как бизнес, да, у вас вообще ничего нету. Ну, то есть вы не храните данные. Ну, ваша задача, чтобы клиент заходил, пользовался, там, услугами, покупал, он это все делает, но на вас нет ответственности. Ну, в нашей, в нашем мировоззрении это идеальный вариант. То есть к вам не с чем прийти, потому что у вас ничего не хранится. А там дальше начинаются комбинации, что-то хранить, что-то не хранить, там, такая длинная. Ну, это очень актуальный сейчас вопрос, потому что там сумасшедшие штрафы. Ну, то есть там, по-моему, от 4 миллионов евро начинаются и доходят до 4% от ревеню. От ревеню, да? Да, от annual ревеню. И это, ну, огромные риски, там, для любой компании. А тут нужно, ну, это же, оно задает вопрос. Ну, если тебя смущает хранить эти данные или не хранить, значит, может быть, там есть какой-то вопрос. Ну, мы, например, делаем сейчас траст и дипломы. Это вот такое простое, понятное применение блокчейна. Потому что есть проблема с фейковым образованием, люди покупают дипломы. Это, причем, за границей это более даже распространено, чем у нас. Потому что там стоимость образования выше. И это вопрос, какие-то данные, ну, хранишь и в какой форме. Их можно тоже там хешировать, можешь только ты получать, какие-то там права доступа. Но, ну, это, оно наводит на правильные вопросы. А имею ли я право разместить чьи-то данные вообще где-либо? Вот. Ну, я думаю, все. Большое спасибо всем. Здесь, да, вот мы здесь находимся. Пишите имейлы.